Продолжение следует... По всему течению реки Раздолье наблюдается спад уровня воды от 30 до 80 сантиметров за сутки. В нижнем течении реки Иллиста и в среднем течении реки Уссури наблюдаются уровни воды в категории опасного и неблагоприятного явления. В Уссурийском городском округе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Практически во всех реках округа уровень воды на протяжении нескольких дней снижается. Критическая ситуация остается в месте слияния рек Комаровки и Раковки. Здесь вода находится выше уровня берегов более чем на 3 метра. Вода продолжает подниматься за сутки на 8 сантиметров. Опасно в доме сейчас жить. Если мы в прошлом году еще надеялись его восстановить более-менее, в этом году уже заключение, что он действительно страшный. Прямо чувствуешь, в доме ходишь, и это все ощущается. Дело в том, что мы много обращали, у меня сын обращался в гострах, узнают микрорайон, где находится дом, без разговора. Произошло затопление с пятницы на субботу, которое было в течение четырех дней, вода стояла. В связи с этим произошла утрата полного имущества, всего имущества, урушение дома, непригодных жизней, потеря урожая. В настоящий момент сотрудники МЧС пытаются откачать воду из жилого квартала. К настоящему времени специалисты водоканала уже откачали воду из подвалов инфекционной больницы и поликлиники номер один. Продолжаются работы в коррекционном интернате. По городу произошло подтопление ряда улиц и низменных участков местности, где тоже наши подразделения осуществляют мониторинг поводковой ситуации. В случае необходимости лодками переправляют людей из подтопленных домов. Всего в округе подтоплено 265 жилых домов. Работает комиссия по оценке ущерба. Специалисты по заявлениям граждан обходят дома и приусадебные участки. Аварийные бригады продолжают ремонт вышедших из строя трансформаторных подстанций. Без транспортного сообщения до сих пор остаются села Кондратеновка и Утесное. Наша работа заключается в основном, чтобы выявить ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Заявок много. Вчера у нас было 10 заявок. Прошли 5 объектов. На 5 не могли попасть, потому что стояла еще вода. Ущерб, конечно, большой. В основном это все идет утрата урожая, разрушения идут по дому, намокла мебель. Ну, как бы ущерб большой. В пункте временного размещения проживает 21 человек, в том числе трое детей. Люди обеспечены всем необходимым постельными принадлежностями, предметами первой необходимости и, если есть потребность, одежды. Питание для взрослых трехразовое, для детей четырехразовое. Работает медпункт. Мой дом затопило по окнам, поэтому я сюда и прибежала. Все разбежались. Я не знаю, там с ним. Мне надо там. Остался внук там. Сейчас вода спадает. Надо что-то в дом делать. Там сыры. Как восстановится, так и пойдет отсюда. На сегодняшний день подтопленными остаются 134 жилых дома и 221 придомовая территория в четырех населенных пунктах Приморья. В Уссурийском городском округе, Надеждинском и Октябрьском муниципальных районах. В результате паводка в крае была подтоплена больше 18 тысяч гектаров сельхозугодий. Маму и ребенка мы эвакуировали, его сто к родственникам. Потому что в таких условиях просто проживать маме 78 лет, соответственно, она на лодке бы и не смогла кататься. И сами понимаете, морально, насколько тяжело психологически людям пожилого возраста. А в основном здесь очень много пенсионеров и молодых семей, в том числе и многодетных, и беременные. Мы пережили ужас в 15-м году, когда по пояс в этой грязи все шли. Люки открытые, потому что их выдавливать снизу давлением. С этого ничего не видно. Это очень страшно. Хорошо, что лодки есть. Между тем, рыбацкие шхуны из КНДР продолжают выбрасывать к берегам Приморья. В Зарубино к берегу прибило северокорейскую шхуну, на которой был обнаружен труп. По предварительным данным, рыбацкое судно потерпело крушение во время шторма. Сразу две рыболовецкие лодки вынесло к острову Русский. Людей в шхунах не оказалось. Позже участники парусной регаты на кубок залива Петра Великого обнаружили полузатопленную лодку с опознавательными знаками КНДР в районе острова Стенино. На борту лодки никого не оказалось. Рядом с Приморским океанариумом была обнаружена еще одна шхуна. На борту лодки было найдено тело мужчины азиатской внешности. В Лазовском районе была замечена еще одна лодка, на которой находились 9 человек. Все члены экипажа живы. Возле острова Рейники местные жители заметили перевернутое рыболовное судно. Местные жители помогли выбраться на сушу четверым рыбакам. Кроме того, в этот же день туристы вытащили на берег еще одну лодку с одним человеком на борту. На этот раз шхуну прибило к берегам Левадии. По сообщению пресс-группы пограничного управления ОФСБ по Приморскому краю, всего после прохождения тайфуна было спасено порядка 70 иностранных моряков. Один из пострадавших, гражданин КНДР, получивший тяжелую травму, все еще находится в одной из районных больниц. После получения в полном объеме необходимой медицинской помощи, вопросами его возвращения на родину будет заниматься Генеральное консульство КНДР во Владивостоке. Нередко до прибытия пограничников в отдаленные районы не оставались в стороне и приморцы, жители прибрежных населенных пунктов. Так четверо северокорейских рыбаков, чью лодку шторм выбросил на побережье острова Реники, накормленные и обогретые местными жителями, в настоящее время в сопровождении пограничников уже выдвигаются на родину. Еще один рыбак, обнаруженный в Левадии, доставлен в местную больницу. Паводковая ситуация стабилизируется, продолжают работу лодочные переправы, за сутки они перевозят до сотни человек. Населению оказывается всесторонняя помощь. В Уссурийском городском округе работают 14 пожарных насосных станций по откачке воды. На пострадавших от подтоплений территориях работают 54 оценочные комиссии, которыми проводится предварительная оценка ущерба. Спасти Уссурийск от ежегодных паводков может строительство новой дамбы и реконструкция действующих гидросооружений. Ранее по поручению полпреда Юрия Трутнева муниципалитетом был разработан комплексный план по защите Уссурийского городского округа от наводнений. Соответствующее обращение о его поддержке власти региона уже направили в правительство России. Нас постоянно подтапливает. Два года вот уже очень сильно. Изначально, когда мы в 2016 году после первого затопления, мы обращались везде и в прокуратуру, и в администрацию и так далее. На администрацию было возбуждено уголовное дело за, скажем так, бардак, которое у нас творится на гидротехнических сооружениях. Материальную помощь жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из резервного фонда администрации края. По краевому законодательству помощь составляет 10 тысяч рублей на человека тем, у кого подтоплены дома, и 10 тысяч рублей за подтопленные огороды. В случае, если от воды пострадал дом и огород, выплаты суммируются. У нас за урожай сейчас идет, если урожай погиб, 10 тысяч выплачивается. Выплачивается 10 тысяч на ремонт дома, это с краевого бюджета. И есть еще федеральный бюджет, там выплачивается 50 тысяч частичная утрата имущества, 100 тысяч полная утрата имущества. Однако уже сегодня внимание метеорологов приковано к тайфуну Джейби, который сформировался в Тихом океане. По прогнозам специалистов, он подойдет к южной части острова Хансю 5 сентября уже в качестве супер-тайфуна. Предполагается выход Джейби в Японское море и его последующее влияние на погоду в Приморье. Вопрос заключается в степени влияния. Сейчас синоптики прорабатывают несколько сценариев. Окончательный вердикт они вынесут в понедельник, 3 сентября. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.